В эфире телеканала ННТ Новости 24. С вами я, Хадижа Курбанова. Коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Ливень и ветер лишили света более 100 тысяч людей в Дагестане. Энергетики республики устраняют последствия непогоды. В этих школах есть все необходимое оборудование, но только здесь никто не учится. Почему школы в Бабайуртовском районе простаиваются, а дети продолжают учиться в ветхих зданиях, расскажут наши корреспонденты. Как работают рынки Хасавюрта, проверил Россельхознадзор Республики. О нарушениях хранения продуктов расскажем сегодня в выпуске. Сегодня в Дагестане без света остались свыше 110 тысяч человек. Массовые аварийные отключения произошли из-за непогоды, об этом сообщает Минэнерго России. По данным ведомства, вышли из строя 45 высоковольтных линий и 1170 трансформаторных подстанций. 244 человека и 70 единиц техники пытаются восстановить подачу электричества. Между тем, дагестанские синоптики сообщают, что ливень и ветер продлятся в республике до 20 ноября. Построены больше двух лет назад, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Полностью оборудованные школы в Бабайуртовском районе простаивают с 2018 года, а дети продолжают уютиться в старых ветхих зданиях. Активисты ОНФ в Дагестане призывают властей решить застоявшуюся проблему. Алина Багилова расскажет подробности. Поводом для проверки стало обращение жителей села Бурокутан Ботлихского района. Они больше двух лет не могут добиться ввода в эксплуатацию новых современных школ, построенных по линии Минсельхоза еще в 2018 году. Мы хотим учиться и работать в новой школе, и никак нам не открывают нашу школу. Посмотрите, какая красивая школа, какие удобства, с каким настроением учились бы в этой школе. Объект был возведен в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Школа рассчитана на 100 мест. В ней есть спортивный зал, компьютерный класс столовой, даже оборудован суперсовременный кабинет в рамках федерального проекта «Точка роста». У нас очень большая проблема. У нас крик души. Можно сказать «Ор!». Почему? Потому что у нас такая красивая школа. В прошлом году было объявлено официальное открытие, но это открытие не состоялось, к сожалению. По словам учителей, ситуация возникла из-за того, что школы были построены на землях отгонного животноводства и не имели соответствующих документов по отводу территорий. Мы уже 100% уверены были, что запустят. Оказалось, что так легко все. Когда я разговаривал с компетентными людьми, хорошо говорил, если зеленку нельзя давать, я согласен. На частный дом не давайте. Но социальные значимые объекты, такие как школа, садики, спортивные сооружения, вот на эти социально значимые объекты дайте зеленку. В ходе проверки активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что всего на территории Бабаюртовского района были построены 4 школы. Но у всех одинаковая история. Власти не могут ввести объекты в эксплуатацию, поэтому дети вынуждены учиться в расположенном неподалеку ветхом здании старой школы, где классы практически не отапливаются. А причина тому – неимение зеленки. Здесь учиться нельзя. Школа построена на землях отгонного животного отца, без соответствующих документов и без зеленки. Эту проблему надо решать. Как же тогда федеральная программа, которая была принята по майским указам главы государства, и в соответствии с майским указом были построены эти школы. Мы хотим новым шоу! Алина Богилова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Бабаюртовский район. Михаил Мишостин поручил сократить время ответа на звонки в скорую помощь. По его мнению, региональные системы здравоохранения ощущают сильную нагрузку из-за распространения коронавируса. Пациенты сталкиваются с длительным ожиданием ответа на звонки в скорую, в том числе, когда у них проявляются симптомы COVID-19. Он призвал сократить его до минимально возможного. Для этого, считает премьер-министр, нужно усилить работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию. Миша Устин поручил привлекать к этой работе волонтеров, в том числе и психологов. Россельхознадзор Дагестана проверил продавцов саженцев на оптово-розничном рынке Сана в Хасавиртовском районе. Выявлены многочисленные нарушения. Оказалось, что практически каждый второй реализатор не имеет необходимых документов. Условия хранения посадочного материала не соответствуют требованиям. По факту проверки было составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора напоминает, что покупатели вправе требовать у продавца документы, подтверждающие качество саженцев и их сортовые характеристики. Также специалисты советуют обращать особое внимание на внешний вид посадочного материала. Более 100 тысяч тонн риса собрали в Дагестане, об этом сообщает Минсельхозпрод республики. Этот показатель стал рекордным для региона за всю историю рисосеяния. Однако сельхозработники до сих пор продолжают уборку зерновой культуры. Урожай собран с 93% засеянной площади. Всего в Дагестане рис посажен на 25 тысячах гектаров. В прошлом году в республике было собрано 95 тысяч тонн риса. А посевные площади в 2020 году были увеличены на 4 тысячи гектаров. Напомним, что основной площадкой выращивания рисовых культур выступает Кизлярский район, на который приходится более половины собранного урожая. Муфти Дагестана встретился с лучшим чтецом Азана. Шейх Ахматофанди поздравил Мухаммад Наби Бутаева с победой на втором республиканском конкурсе по чтению Азана. Выразил благодарность его родителям за вклад в воспитание, а также пожелал им дальнейших успехов. Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару. Чтобы ваша семья стала барракатной, чтобы Аллах нас сделал истинными рабами, чтобы он нам дал жизнь, где мы будем получать его удовольствие. Напомним, что накануне в центральной джума-мечети столицы Дагестана прошел финальный этап второго республиканского конкурса. Участие в нем принимали порядка 120 конкурсантов. Шесть дагестанских продуктов участвуют во всероссийском конкурсе. От республики заявлено шесть брендов. Это дагестанская баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и дагестанский урбич. Победители конкурса будут отобраны в восьми номинациях. Всего жюри выберет 22 финалиста. Также один победитель будет определен в ходе народного голосования. Оно пройдет с 19 ноября по 2 декабря на сайте вкусыроссии.рф. Участвовать в голосовании может каждый, кто пожелает. Поэтому призываем жителей республики отдать свой голос за свой любимый дагестанский продукт. Боец Мурат Рамазанов одержал победу на турнире крупнейшей организации Азии. Вечер боев Лиги 1С накануне проходил в Сингапуре. Непобежденный средневес из Махачкалы встречался с японцем Хироюки Тицикой. Поединок продлился три раунда, в каждом из которых Рамазанов контролировал соперника в партере, что в итоге вылилось в победу единогласным решением судей. Для 24-летнего спортсмена этот бой стал вторым в Лиге. Всего за карьеру дагестанец провел 10 успешных поединков. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова